В среду Всемирный банк понизил свой прогноз роста китайской экономики на текущий год. В качестве причин эксперты называют вялый спрос на китайские товары со стороны США и Европы, а также спад активности на внутреннем рынке недвижимости. Как показывают недавние комментарии премьеры Вен Диабао, китайские власти также обеспокоены этими показателями. Эксперты также отмечают, что поддержание экономической стабильности в условиях мирового финансового кризиса, слабого экспорта и высокой инфляции может стать для режима КНР серьёзным испытанием. С целью смягчить валютную политику для стимулирования внутреннего спроса, две недели назад власти Китая снова снизили требования к банковским резервам. Это произошло уже в третий раз за последние шесть месяцев. В ходе своей недавней поездки в провинцию Хубей китайский премьер Вен Диабао подчеркнул необходимость расширения спроса на внутреннем рынке. Впрочем, некоторые экономисты уверены, что при нынешних условиях это по-прежнему невозможно. «Слова премьера Веня в отношении стимулирования спроса на внутреннем рынке очень хороши, но они невыполнимы. Многие банки не могут выдавать ссуды, поскольку никто не хочет их брать. Интерес к капиталовложениям в бизнесы тоже падает, в результате сокращаются рабочие места и зарплаты. Доходы многих людей сильно снизились. В таких условиях выправить спрос на внутреннем рынке невозможно». Экономист-аналитик Цзэсэнь отмечает, что Вен Диабао лишь несколько месяцев пробудет на посту премьера, до плановой смены власти в конце года. Это значит, что времени на изменение ситуации у него остаётся очень мало. Цзэ говорит, что для долгосрочной экономической стабильности будущим лидерам Китая будет необходимо проводить не только экономические реформы, но и социальные. «В Китае существует сильное разделение между богатыми и бедными, что является ключевой причиной слабого спроса на внутреннем рынке. К тому же цены на недвижимость и неадекватная система социального обеспечения приучили людей экономить. Проблемы в сферах медобслуживания, пенсии, образования и так далее нельзя разрешить. У него, Веня, нет достаточного количества времени, чтобы изменить нынешнюю пенсионную систему и простимулировать людей и тратить деньги». Экономический рост для китайского коммунистического режима всегда являлся одним из способов поддержания в обществе так называемой стабильности. Некоторые независимые аналитики полагают, что делая акцент на экономическом буме, власти пытались отвлечь внимание народа от проблем в области соблюдения прав человека. Теперь этот способ, возможно, перестанет работать, особенно когда степень общественного недовольства в КНР очень высока.